Цех катанки на Запорожском алюминиевом комбинате был введен в эксплуатацию в 1999 году. Однако проработал он недолго. Спустя 15 лет производство было остановлено. Комбинат практически разорен. В марте генеральный директор ЗАЛКа Дмитрий Лобиков представил программу вывода предприятий из кризиса. Особое внимание тогда уделялось запуску производства катанки. Эта продукция очень востребована на рынке. Линия итальянская Continuous Properties, она единственная в Украине на сегодняшний день. Линия, да, она в 1999 году смонтирована, но на сегодняшний день она отвечает всем мировым стандартам для того, чтобы выпускать качественную продукцию. Мы можем выпускать катанку 9,5, 12 мм и 15 мм. Вся эта продукция используется как сырье для кабельных заводов Украины. Катанка востребована и на внешнем рынке. Ранее ЗАЛК поставлял ее в Беларусь, Израиль и Чехию. Сейчас есть шанс наладить экспорт в Европу. Там работают над созданием самонесущих электротехнических проводов без стальных сердечников. Для них необходима катанка твердых марок. И это сырье производится на ЗАЛКе. Нас ждут на рынке сбыта. Нас реально ждут, потому что качество, подобного качества, которое выпускал запорожский алюминиевый комбинат, никто не предоставляет на рынке. Это будет фурор для многих, это будет неожиданно. Но я думаю, что успех за нами. Комбинат сможет производить около 15 тысяч тонн алюминиевой катанки в год. Представители запорожской облгосадминистрации заверили, сегодня создаются все условия для успешного развития запорожской промышленности. Наша задача, задача губернатора, задача облгосадминистрации, создать климат, благоприятный климат, который бы позволил развиваться предприятию. И запуск катанки – это только первый шаг, который позволит нам возродить предприятие. Запуск производства алюминиевой катанки намечен на середину августа. Сразу после этого стартуют ремонтно-восстановительные работы следующего производства. Руководство предприятия заверяет, совсем скоро запорожский алюминиевый комбинат выйдет на новый этап развития. Дарья Куплеченко, Олег Мовченюк, ТВ5.